здравствуйте дорогие мои мои огородники и садоводы хочу сказать что сегодняшняя тема будет капуста и как бороться с вредителями и как закрыть цветную капусту и где ее посадить мы снова все повторим и очень быстро и подписавшимся на ютюбе голова садовая тетя таня это тоже будет очень полезно потому что глядя программы на всех каналах какие только вообще существуют я понимаю что все так пощекочут тему и на этом остановится надо самому это высаживать самому сеять и тогда вы будете точно понимать что вам нужно из этих программ а чего вам не требуется и мы начинаем капуста посеянная 9 апреля в этом году дала прекрасный результат палитая дачным коктейлем где крапива навоз дрожжи кислое молоко и зола просто потрясающий результат посмотрите здесь два ряда цветной капусты это у айтексал а это фиолетовая цветная капуста прикрыта листиками для того чтобы она не выбросила цветы от того что она вот такой формы значение не имеет она очень и очень вкусная значит а здесь другая капуста это белая у айтексал она мне нужна чтобы приготовить из нее вкусняшку со сливками и я ее сейчас срежу ну вот беру ножницы втыкаю ей в кочерыжку да вот такая вот прекрасная голова белая до голова садовая вот эти листья нам если вы транспортируете куда-то далеко тогда можете не обламывать их сложите ее вот таким образом да и все везите себе в город домой она у вас будет и чистая и не повянет а если она вам нужно уже прямо здесь как мне на даче ну тогда мы вот это все отрежем отломим вот эти листья можно отправлять вот на другие вилки капусты которые формируются кстати сказать цветная капуста не любит яркого солнца почему она идет в цвет да потому что она ей нужно с утра до 11 свет солнечный а потом ей нужно полутень а лучше бы и тень вот тогда у нее такие головки будут чудесные капуста этого сорта пытается сама себя прикрыть видите как листики загибаются вот так вот кроющие называются листья это капуста так не делает и она открыта солнечному свету потому она видите пытается распустить все-таки цветоносы это плохо вот когда она образует головку посмотрите вот она вот еще только-только родилась вот тогда бы ее можно взять и листики связать вот таким шатром видите вот так связать чтобы свет на нее не падал тогда ее голова будет такой же плотный только сиреневого цвета я пробираюсь по делянке с капустой тут все заросло и хочу сказать что жадность наша сибирская всегда один и тот же результат дает вроде посадили нормальненько вроде расстояние но насадили так плотно что дорожки нету вот почему санитарная норма посадки капусты полтора метра между нет не рядами вилками потому что вот это все будет занято вот этими шикарными листьями мы просто не даем возможности растению использовать всю площадь питания обогрева это ведь тоже крайне необходимое растение ну да бог с ним все равно жадность никуда не денешь значит здесь несколько сортов капусты белокочанной это очень позднее и мы можем отличить ее по цвету листьев видите они сизые и очень ровный край не кудрявый вот эта капуста так не выглядит она не такая сизая у нее листья все-таки более зеленые и край кудрявый значит это капуста средне спелая а где уж совсем вот так вот все это скороспелая капуста как правило и скороспелая давно уже созрела значит эта капуста у нас тоже цветная пирамида шикарная но она очень позднее она еще ни одного вилочка не образовала только собирается это сделать значит внизу видно желтые листья их уже можно убрать но не отрывать а те которые сами отвалились у вас какая-то болезнь прямо у всех вот надо оторвать нижние листья покормить курей господи боже мой да купите комбикорм этим курям ну нарвите травы крапивы они с удовольствием поедят зачем вы у капусты листья обрываете для того чтобы отодвинуть плодоношение на две недельки а у нас и так в сентябре убираем а через две недельки в сентябре это уже октябрь и у нас вот так снег по самое не хочу вы же понимаете это листья не трогать как только вы уберете листу капусты она отложит лист и закроет ту дырку которую вы сделали вот так вот она сделает она приготовилась для того чтобы вилочек смотрите а он уже есть а он уже вот такой но каждый раз обрывая листья вы заставляете ее отклонить листа середины и закрыть ту дыру которую вы сделали это зеленая фабрика она вырабатывает клетки для того чтобы из середины листья листья же формируется вот здесь в середине и они все время родятся уплотняя вот этот шикарный вилок не делайте так пожалуйста так капуста тоже была подкормлена дважды этим дачным коктейлем замечательным и она выглядит прекрасно да есть дырки да здесь конечно не гусеницы это явная слизни голые но я опрыскала фитовермом капусту один раз и прекрасным образом он впитывается в листья и эти все слизни исчезли но если они подъедят слегка знаете пищевая цепочка ее же никто не отменял и пусть она будет значит капуста обязательно должна попасть один раз под заморозок для того чтобы она стала сладкой вот тогда ее можно уже срезать и когда я вижу огороды и там такой вилок стоит да голый на ноге не надо этого делать вот листья которые вокруг нее они от сильного мороза посмотрите они расположены так как интересно они прикрывают ее от потоков холодного воздуха сам вилок это как это же тетка дородная в ста одежках она одета же не просто так вы что придумываете сами того чего не надо где вы на колхозном поле видели чтобы ехал трактор и все листья обрывал или там шли какие-то женщины и обрывали это этого нельзя делать я надеюсь что вы меня слышите и видите и вот это все так останется до поздней осени у кого нет заборов оставьте все листья и кочерыжки зайцы не будут грызть ваши кусты и деревья зайцы будут грызть кочерыжки а вот это все можно потом просто срубить поздно осенью и отправить в компостный ящик или в какой-то парник а все что касается корней потом перегниет не перекапывайте под капустой там прекрасная почва она очень рыхлая и весной вам придется только так слегка ее подрыхлить можно даже и тяпкой или граблями ну я надеюсь что если вас едят гусеницы это фитоверм или агровертин у кого ну совсем все плохо где там не знаю открытое поле и там ну не знаю сколько вредителей потому что все-таки в ограниченном пространстве легче справиться с вредителями тогда командор разведите опрыскайте он тоже впитывается в листья и три недели можете спокойно спать никто к вашей капусте не подойдет как впрочем и к другим культурам но для того чтобы не бояться срезать вилок через два дня после опрыскивания все-таки это фито верм запомнили я надеюсь что да я вас обожаю жадные вы мои и если вам все это нравится если вам это помогает в вашем вот огородном бесконечно огородном труде яйца тоже работают прекрасно то пожалуйста подписывайтесь на мой канал голова садовая тетя таня и смотрите по утрам на афонтово чему я очень рада всего доброго